В эпоху перемен и революций Nissan неожиданно сохранил концепцию Qashqai как компактного городского кроссовера. Поэтому габариты выросли незначительно, хотя дизайн и технологии эволюционировали радикально. В технологическом плане смена поколений принесла самую свежую итерацию платформы CMFC. От прежней версии ее отличают современные методы прессования и сварки, а также активное применение легких материалов. Так, боковые двери, передние крылья и капот теперь выполнены из алюминия, а пятая дверь из композита. Итогом стало снижение массы кузова сразу на 60 кг при росте жесткости накручения почти наполовину. Еще одно проявление современных тенденций – мягкогибридные надстройки, без которых машину заказать просто нельзя. Стартер-генератор помогает бензиновому двигателю, на короткое время выдавая 6 ньютон-метров. К обоим существующим исполнениям одного турбомотора прилагается механическая коробка и передний привод, но для более мощного вдобавок есть сочетание вариатора и трансмиссий 4х4. Совершенно отдельная история – гибридная установка e-Power, где передние колеса вращает строго электромотор, а двигатель внутреннего сгорания исполняет задачу генератора для подзарядки тяговой батареи. Впрочем, для нас все это имеет третьестепенное значение, поскольку мы, скорее всего, увидим турбированный 1.3 безо всяких электрических довесков. Притом на вопрос «Когда?» российский офис Ниссана пока не дает ответа. Поэтому пройдемся по другим аспектам. Скажем, салон просторнее и дороже прежнего, а общая стилистика напоминает убранство старшей модели ROG. Из него, напомним, скоро родится следующий X-Trail. Также есть смысл обсудить багажник, объем которого увеличен сразу на 74 литра. Этому помогла компактная задняя подвеска и опущенный уровень пола. Другое достижение компоновщиков – дверные карманы под полуторалитровые бутылки. И, конечно, почти народная марка желает дать своим поклонникам немного премиума. Например, в машине появится обивка сидений дорогой кожей Nappa, а к передним креслам приладит встроенный вибромассажер. Впрочем, и в дизайне ниссановцы придерживались принципа «дорого-богато», чего стоят, скажем, задние фонари с трехмерным эффектом. А значит, ждать новый Qashqai определенно имеет смысл. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ